Эфир первого Ярославского продолжает проект в тему в студии Дарья Анасовская. Часто бракоразводные процессы сопровождаются не только имущественными спорами и разделом денежных средств. Распад семьи также сопряжен вопросом выплат алиментов в пользу несовершеннолетних детей. Сегодня мы поговорим с теми, кто ежедневно защищает права самых маленьких ярославцев, оставшихся без внимания родителей и представляет их интересы. Руководитель управления ФССП России по Ярославской области полковник внутренней службы Андрей Владимирович Абрамов расскажет о том, насколько добросовестно жители региона исполняют сегодня свои обязательства по алиментам. Андрей Владимирович, здравствуйте. Итак, первый вопрос. Какова статистика? Сколько должников-алименщиков сегодня в Ярославской области? И отличается ли эта цифра от предыдущего года? В текущем году в управлении по Ярославской области находится на исполнении порядка 10 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Эта цифра немного меньше, чем в таком же периоде прошлого года, но она не сильно отличается, но все же она немного меньше. Андрей Владимирович, какие меры наиболее эффективны в взыскании долгов с алиментовщиков? Если мы говорим о той ситуации, когда исполнительные документы попали к судебному приставу, то это уже ситуация, когда происходит принудительное взыскание. И, конечно, судебный пристав принимает меры принудительного исполнения, связанные с неблагоприятными действиями в отношении должника, безусловно, предусмотренные законом. Здесь, в первую очередь, должник предупреждается, ему предоставляется срок для благоприятного исполнения. Если он не исполняет требования судебного пристава, указанный срок, то должника взыскивается исполнительский сбор. Далее, среди арсенала мер, которые есть в судебном приставе исполнителя, это такие действия, как ограничение права на выезд за рубеж. В текущем году таких мер было принято более 7,5 тысяч. Следующая мера — это ограничение прав на вождение автотранспортным средством. Более 2700 таких случаев было в текущем году. Далее, существует административная и уголовная ответственность за неисполнение алиментов. На сегодняшний день действует административная привездиция. И первым делом должник, конечно же, предупреждается об административной ответственности и привлекается к административной ответственности. В статье 5.35.1 КОАП предусмотрены санкции за неисполнение алиментов. Наряду с обязательными работами предусмотрен административный арест для таких родов должников. И впоследствии, если административные санкции роль какую-то не возымели, то в отношении должника могут быть применены и более неблагоприятные меры ответственности. Это норма уголовного права. Уголовная ответственность предусмотрена статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. А если даже после этого, после уголовной ответственности, которую понес должник, административной ответственности, он отбыл наказание, он остается должником, он обязан в любом случае заплатить то, что полагается? Да, в данном случае наказание не заменяет само исполнение суда. Наказание – это мера публичной правовой ответственности лица, который не исполняет закон. А алименты – это меры гражданского правового обязательства, которые он по-прежнему должен платить на воспитание своих детей. Какие чаще всего встречают сотрудники, скажем так, аргументы, по которым должник не платит? Чаще всего он как объясняет свои задолженности? Аргументы бывают разные, конечно же, но наиболее частые, которые можно выделить, это ситуация, когда должник не может платить, либо когда может, но не хочет платить. И в отношении первых и вторых применяется тот самый арсенал мира, о которых я уже говорил. И если те, которые не могут платить, это, конечно же, более сложная ситуация, сложная история. Первая категория – это те случаи, когда должники ведут асоциальный образ жизни и зачастую отсутствуют источники доходов, из которых можно взыскать денежные средства. Вторая категория – это те должники, которые уклоняются тем или иным способом. И в отношении у них, конечно, уже применяется весь комплекс мер, и, естественно, на них он имеет воздействие, потому что санкции достаточно серьезные. Это и административный арест до 15 суток, но и мер уголовного правового преследования. А как взымаются долги, как мы уже сказали, с официально не работающими людьми? То есть, конечно, он отбыл административное и уголовное наказание, но если человек официально не работает, вот здесь какая тонкость существует? По общему правилу, установленным семейным кодексом, алименты удержатся в определенной сумме от дохода, заработной платы. Это 1,4 на одного ребенка, 1,3 на двух детей, до половины заработка, от трех и более. В случае, если официального подтверждения доходов нет, семейный кодекс регулирует эти правоотношения. В данном случае удержание алиментов рассчитывается, исходя из среднемесячного дохода по Российской Федерации. И в таком же пропорции процент устанавливается данному должнику и устанавливается расчет о должности. Андрей Владимирович, как отстоять в суде права на алименты на ребенка? По общему правилу, если не удалось дело решить миром, то обращаться необходимо в суд. Суд выдает соответствующий исполнительный документ по итогам рассмотрения заявления истицы или истца. И данный исполнительный документ в первую очередь, конечно же, может быть предъявлен по месту работы должника. Если мы говорим о ситуации, когда у человека есть источник дохода, место работы, исполнительный документ сдается в бухгалтерию указанной организации, и там бухгалтер ежемесячно делает отчисление взыскателю от дохода и заработка должника. Если мы говорим о той ситуации, когда должник не работает, либо по тем или иным причинам у него нет официального заработка или дохода, то эти все случаи дальше исполняются принудительно через службу судебных приставов. Документ исполнительный предъявляется к судебному приставу исполнителю, и здесь уже работать начинает судебный пристав. Возможно, кто-то не знает о том, что есть задолженности. Как узнать? Да, но общие сведения по долгам и вообще, в принципе, по любым, включая алименты, все есть в открытых данных. С учетом тех данных, которые могут быть в открытом доступе, с учетом требований о персональных данных, на сайте службы судебных приставов можно зайти в соответствующий раздел «Банк данных исполнительных производств» и посмотреть сведения об имеющихся задолженностях. Точно так же ее можно скачать на любом приложении телефона и также смотреть онлайн. Андрей Владимирович, последний вопрос. Как записаться к должностным лицам? У ФССП. Да, но на сегодняшний день у нас действует прием по записи. Точно так же на сайте ФССП Р-76 можно сделать соответствующую запись на прием к тому или иному должностному лицу, либо обратиться по телефону и записаться по телефону 32 17 78. Благодарю вас за интересную беседу. А я напоминаю, сегодня мы говорили с руководителем управления ФССП России по Ярославской области, полковником внутренней службы Андреем Владимировичем Абрамовым. В студии работала Дарья Анасовская. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова